Здравствуйте! Это новости Дагестана и вот главная тема сегодня. Селевые потоки в Дагестане пропали люди, размыты дороги, снесен газопровод без газа. В горных районах остались почти тысячи человек. 9 тысяч пар немаркированной обуви изъяли в Махачкале. Вместо болота ухоженные плантации. В этом году в Дагестане планируют собрать около 200 тонн винограда. 5 человек пропали после схода селевых потоков в горных районах республики. Спасатели Дагестана приступили к поискам. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по республике, двое туристов из Москвы и Санкт-Петербурга пропали в Гунипском районе в Карадахской теснине. Там из-за ливня поднялся уровень реки. Вместе с тем 30 туристов успели эвакуировать. А в Левашинском районе с селевыми потоками унесло два автомобиля. ВАЗ-2107 в селе Хаджиламахи, в котором находились мать и сын. И грузовую газель в селе Купа, в которой был один мужчина. Помимо спасателей, в поисках задействовано и местное население. Последствия селевых потоков также коснулось газоснабжения. Около 5 тысяч человек остались без газа. В Левашинском районе обильные осадки привели к разрушению опоры межпоселкового газопровода высокого давления. Без газа остались 950 домов в селах Арши, Купа, Телегу, Буртани. А в Казбековском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Накануне 46-летний житель города Хасавюрт, управляя автомобилем марки «Лады Гранта», не справился с управлением. Он съехал с дороги и допустил опрокидывание со склона высотой 5 метров. В результате происшествия мужчина скончался от полученных травм, а его пассажир с различными телесными повреждениями госпитализировал в больницу. В Махачкале таможенники изъяли 9 тысяч пар немаркированной обуви. Реид провели в одной из торговых точек столицы. Также обнаружен товар, промаркированный с нарушением установленных правил, то есть с указанием недостоверной информации. Обувь изъята. По результатам оценки товара будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечу, что с 1 июля 2020 года ввоз и оборот на территорию России обувных товаров без нанесения на них средств идентификации запрещен. В столице республики приступили к бесплатной прокладке газовых труб до земельных участков. Об этом заместителю мэра Алибулату Магомедову на совещании рассказал представитель Газпрома. Также по поручению главы города создан оперативный штаб. Для активизации жителей Махачкалы и поселков будут организованы разъяснительные беседы с населением. Заявку можно подать в районные администрации и через МФЦ, а также непосредственно в компанию АО «Газпром» газораспределения Махачкала. Основные проблемы у нас в том, что у людей нет оксов, нет объектов капитального строительства, нет наземельных участков кадастровых номеров. В заявку у нас заполняется, она носится в единый портал единого оператора газификации. Какие основные документы нам нужны, право собственности на земельный участок обязательно, право собственности на сам объект капитального строительства, ситуационный план СНИЛС и паспорт собственника объекта. Махачкале реконструируют два сквера у центральной площади. Столица готовится к реализации первого этапа масштабного проекта по созданию единого пешеходного маршрута. Проект включает в себя реконструкцию ряда объектов парка Ленинского комсомола, университетской площади и улицы Каркмасова, а также скверов имени борцов революции и фазу Алиевой. Два сквера, расположенных у главной площади, будут реконструированы в едином архитектурном стиле с площадью Ленина. Здесь планируется полностью поменять покрытие, установить уличное освещение и создать условия для отдыха мамы с детьми. Это первый шаг к масштабному преобразованию центральной части Махачкалы. Мы просто счастливы, что этому уделили внимание. Сегодня мало в городе осталось таких участков, уголков красоты, теплоты общения. Я только что посмотрел проект. Это просто современный, красивый, отражающий наши традиции, сближающий людей, солидный проект, который, в общем-то, будет радовать сердца всех наших городан, гостей столицы. Дагестанские санатории в топ-10 страны. Российский портал бронирования санаториев представил рейтинг регионов по спросу на летний отдых. Как сообщили в Турстате, число запросов на отдых в республике в этом году выросло на 72%, если сравнивать с прошлым годом. Рейтинг составлен на основе статистики запросов в санаториях России. Попробовать Дагестан на вкус. Теплый климат, жаркое солнце и особый состав почв создают прекрасные условия для хорошего урожая. Садоводы открывают сезон сбора винограда. Уже в этом году собрать урожай планируют до 200 тонн. Подробности расскажут мои коллеги. Флора Молдова-Августин. В селении Дилича-Банди Бенского района выращивают около 10 сортов белого и черного винограда. Раньше на этой территории было болото, теперь же обширные ухоженные плантации. Если бы не было, не были бы проведены соответствующие миллиардативные работы и своевременная отдача воды и соблюдение всех агротехнических условий раздвигов, мы таких урожая не ждали бы. В период отсутствия работы сюда съезжаются люди с соседних районов. Это более тысячи человек. Такие плантации, расположившиеся на 100 гектарах земли, позволяют им иметь дополнительный заработок. Есть работа, работаем. И хотим сказать ему огромное спасибо, Яхре Магомеду Арофеевичу, что людям так помогает, смотрит. На данные участки были заброшены и участки. Виноградарство является приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса Дагестана. А в прошлом году Дагестан побил многолетний рекорд производства и стал лидером этой отрасли в России. Алина Багилова, Даутгасанов, телеканал, ННТ «Дербенский район». Детейлинг-центр – мечта автомобилистов. Здесь предоставляют любые услуги по уходу за машиной. Мастера улучшат внешний вид, обклеят защитной пленкой, отполируют и не только. Подробности у наших коллег. Это «Айрон Хорс» – один из современных детейлингов в Махачкале. На его открытии пришли десятки владельцев и любителей автомобилей. Гости признаются – такое оформление гаража они видят впервые. Очень красиво, все очень красочно, все очень четко, все как нужно. Надеюсь, этот детейлинг будет самый топовый в городе. Хороший детейлинг-центр. Открыли его хорошие мои знакомые на Ларичи. «Я не сам не буду с честностью, так сказать. И я уверен в том, что они оптимально все сделают на высшем уровне. Я уверенно могу сказать, что это лучший детейлинг-центр будет на Северном Кавказе». Детейлинги – широкий спектр услуг. Они позволяют максимально защитить и улучшить внешний вид машины, продлить срок ее службы, ну и, конечно, сделать ее яркой и запоминающейся. «Нанесение, допустим, керамики и жидкого стекла – это для наших машин и в зависимости от того, что такие у нас мойки и используют агрессивную химию, у нас, конечно, лак страдает от этого в первую очередь. Поэтому нам нужно как бы защитить его обязательно». Одновременно в «Айронхорс» смогут обслуживать от 6 до 8 автомашин. Специалисты приводят в порядок не только модели премиум-класса. «Автомобиль может в плачевном состоянии приехать, может также с салона пригнать машину на комплекс услуг как по защите автомобиля антигравийной пленки, чтобы в дальнейшем он не получал сковы, царапины и защитил свой автомобиль. Но мы также будем принимать автомобили после ДТП. Мы ориентируемся в основном на премиум-класс, потому что у нас продукция премиальная, но эконом-класс мы также не исключаем, для них у нас также найдется чуть подешевле». «Как керамика, так и основные другие продукции». В ходе презентации ДТ-элиг-центра гости угостили десертами и напитками. Среди автолюбителей также разыграли денежные сертификаты. Современный новый ДТ-элиг-центр «Айронхорс» находится в Махачкале на Бубакарова, 65. Мухтий Дагестанов встретился с российским исламоведом, кандидатом исторических наук Ахмедом Ярлыкаповым. Во время беседы исламовед рассказал духовному лидеру о своей профессиональной деятельности. Он отметил, что на сегодняшний день активно работает над темой по современному суфизму в Ногайской степи. Шейх Ахмад Афанди подчеркнул, что понять суфизм можно исключительно на практике. Суфизм – это не что иное. Это не отдельная какая-то религия. Если суфизм противоречит шариату, это не суфизм. Это суфизм очищает служителей шариата. Очищает. Поэтому здесь другого нет. Тот же шариат. Здесь сказать – это суфизм, это шариат. Нет. Без практики, по теории, понимать невозможно. Без практики. Человек, который не пробовал мой йод, он может написать труды на эту тему. Что он такой сладкий, приятный, на вкус, ну что угодно. А тот человек, который пробовал, он, конечно, разные люди. Участнику Великой Отечественной войны Юрию Петрухину присвоено звание почетный гражданин Махачкалы. Поздравить ветерана с этим событием из 94-летиям пришел глава города Саламан Дадаев. Наша обязанность каждого сегодня своим детям это прививать и значимость той победы и чувство благодарности вам за то, что вы сделали во время войны подвиг вашего поколения, за то, что вы сделали после войны, для того, чтобы остановить буквально стертую с лица земли экономику Советского Союза. В годы войны он служил в железнодорожных войсках на Северном Кавказе. Главный путь подвоза вооружения на фронт и транспортировки раненых в тыловые госпитали регулярно обстреливали и бомбили. После демобилизации Юрий Петрухин работает в Махачкалинском вагонном депо. Затем, до выхода на пенсию, он трудится в объединении ДАКС и Косттехника. Имеет государственные награды. Спасибо вам большое. Вам большое спасибо за внимание к ветеранам. Ветераны вас ценят. Вы даете импульс жизни ветеранам. Сколько у нас мэров было, ни один мэр не посещал. А вы посещаете, встречаетесь. Большое вам баркалапано. Победителя молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе Данислома Баматова торжественно встретили в аэропорту Махачкалы. Уроженец Дагестана ударно провел мировое первенство, проходившее в столице Башкирии. Баматов выходил на ковер четыре раза, набрав суммарно 33 балла. В финале дагестанский спортсмен победил иранца со счетом 7-3. От имени министра по физической культуре и спорту республики Сажида Сажидова поздравил спортсмена с победой начальник управления министерства Халидбек Махачев. Со словами поздравления в адрес победителя выступили представители администрации города Буйнакска и Буйнакского района. Спасибо всем, кто болел за меня искренне, кто переживал за меня. Спасибо всем большое. Вот эту победу я хочу посвятить своему покойному тренеру Закаряеву Камилю Ахмедовичу. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания.